Михаил Фридман давно планировал творческий вечер в мытищах. И вот звезды сошлись. К нему, как к магниту, притягиваются творческие люди. Многие из друзей поэта – уроженцы нашего города. В этот день он собрал их вместе. Если мы не будем создавать вот это окружение, которое разделяет с нами одни и те же ценности, руководствоваться одними и теми же принципами, наверное, тогда все значительно будет, не знаю, как-то не так интересно в этой жизни, как хотелось бы. Произведения Михаила глубоко философские. Поэт зачитал свои стихи, наполненные метафорами и аллюзиями. В Матичинской картинной галереи, среди скульптур, полотен и подносок, сидят атланты и гипербореи. И слушают, что им натур философ бубнит кривым перстом по гримуару, скользя в надежде выбрать и созвучить такое, чтобы пасмурные чары остались без иронии колючей. Вечер открыла директор картинной галереи, выразив самое главное. Прекрасное притягивает прекрасное. Самое главное, я хочу сказать, что он большой друг к галереи. И человек, который обладает удивительной способностью притягивать к себе творческих людей, друзей. Николай Болотин – один из давних друзей Михаила. Автор-исполнитель и ранее участвовал в совместных творческих вечерах с Михаилом Фридманом. Со временем завязалась дружба, начавшаяся в мытищах. На творческом вечере Николай исполнил песни на свои стихи. Творческие вечера мы проводили в библиотеке имени Кедрина номер один. И таких мероприятий было несколько. Я его приглашал на свои творческие вечера, он меня на свои. И мысли уносят, куда их не просят, да, другие люди и события. Отчет только вижу, где я, как ближе, где я, что хотел бы события. Близкие по духу люди читали стихи, исполняли песни, вспоминали совместные проекты. Михаил Фридман рассказал о своем творческом пути и показал гостям фотографии мытищ своего детства и архивные семейные фото. Теперь, после окончания пандемийных ограничений, можно с уверенностью сказать, что такие встречи будут проводиться намного чаще. Александра Дорохина, Денис Корнев, Первый Мытищинский.